Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Журнал Дом-2 рассказал о том, что Тата Абрамсон, которая недавно вернулась на проект, объявила войну беременной Оли Рапунцель. Тата поддерживает Диму Дмитренко в его конфликте с Ольгой. Она называет Рапунцель провокаторшей и очень агрессивно настроена против нее. Александра Артемова рассказала, что встретила в караоке пьяного Валеру Блеменкранца. Девушка была неприятно удивлена, ведь у Валеры дома маленький ребенок. Тата же вышла в прямой эфир и была удивлена новостями о том, что ее муж взялся за старое, и что у самой Таты конфликт с Рапунцель. Блеменкранцы просят не верить сплетням и не понимают, зачем журнал распространяет такие слухи. Рапунцель все же сходила в ЗАГС и подала на развод. Но она его не получила, потому что нет согласия мужа. Теперь девушке придется писать заявление мировому судье во Владивосток. Лиза Триандафелиди и Захар Саленко, которые находятся на Острове Любви, очень скучают по своим половинкам. Они пишут об этом в соцсетях. Денис Ковалев вышел в прямой эфир и рассказал об обстановке на острове. Ребята здесь очень много пьют, рассказал он. На острове все курят, кроме Захара. За камнями занимаются волшебством без камер. Также он рассказал о своей ненависти к Захарьяшу и к Саше Шева. Рома Капаклы чувствует, как изменилось отношение к нему со стороны Марины Африкантовой после возвращения на поляну. Он считает, что она на острове лгала и играла. Для нее это был просто курортный роман. Он хочет прекратить отношения с Мариной. Недавно на проекте снимали «Дом 2. Сплетницы». Звездными гостями были Сергей Зверев и Наталья Королева. Скоро мы увидим передачу в эфире. Многие интересуются, чем занимаются Никита Кузнецов и Дарина Маркина после ухода с проекта. Ребята сейчас находятся в Ашхабаде. Дарина принимает участие в фотосессии для рекламы нижнего белья. Добившись успеха, не останавливайтесь, пишет Кузнецов. Идите вперед, там вас ждут новые высоты. Ольга Бузова не хочет опять становиться блондинкой. Ей комфортно в этом цвете. Скоро будет год моему новому образу, пишет она. Даже не верится. Вы уже привыкли ко мне или скучаете по блондинке? Лилия Четрару на поляне очень сильно переживает из-за расставания с Сергеем Захарьяшем. Она не ответила взаимностью Диме Талыбову, потому что не готова к новым отношениям, но и прощать Сергея не собирается. Ну а Захарьяш пытается помириться. Он должен Лилии 140 тысяч. И в переписке он написал девушке, что деньги она увидит, только если они сойдутся. Саша Черно написала пост о том, как для нее важна женская дружба. На проекте у нее нет настоящей подруги, а со старыми подругами ей удается встречаться очень и очень редко. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.